Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Это восьмой выпуск гениальных шашечных комбинаций. Сначала рассмотрим дебют обратной игры Бадянского, возникающей после ходов cd4, hg5, gh4. Черные играют gh6, это основная система. И белые могут играть либо dc5, либо fg3, но иногда играют hg3. Здесь черным лучше всего сыграть de5, но возможен и ход dc5. После этого хода белые могут применить интересную жертву. gf4, dd6 и белые меняются de5 вот таким образом. И шашка f6, она здесь подвержена атаке. Черные нападают, остальное хуже, но остальное уже проигрывает. И белым надо меняться fg5. Естественно, черные вначале бьют на поле e5, другой бой гораздо хуже. И белые вынуждены сдвинуть свою шашку g1 на поле h2. И видите, шашка g1 превратилась в отсталую. После размена у черных есть два хода. de7 так играть правильно и hg7. hg7 здесь уже очень плохо играть. Давайте вкратце его рассмотрим. Белые нападают, приходится отходить. И белые затем играют fg3. Ну и допустим на ход b5 белые связывают центр черных. Видите, у черных практически все шашки на их правом фланге. Поэтому, несмотря на лишнюю шашку, у черных здесь очень плохая позиция. То есть, если, допустим, пожертвовать шашку b5, допустим, как-то выстроиться в центре. Белые затем переведут шашку, скорее всего, c1 на поле c3. И затем подорвут пункт e5 и прорвутся на поле g7. То есть, видите, если бы ход белых был, они бы тут отдали шашку и прорвались на поле g7 с выигрышем. Поэтому, у черных здесь два хода. Либо ab4, либо d3. После d3 белые возвращают шашку. Ну и видите, у черных очень слабый левый фланг. Поэтому, белые здесь должны победить постепенно. Посмотрели ход hg7. Он очень плохой. Поэтому, в этой позиции правильно играть d7. Теперь, белые играют g6 и не дают сыграть ef6. И у черных здесь есть два хода. ef4, это правильный ход. А вот ba5 уже проигрывает. Давайте рассмотрим ba5. После ba5 белые играют dc3. Ну и если черные будут просто играть, допустим, cb6, тогда белые проводят несложную комбинацию. Отдают одну. Затем вторую шашку. Прорываются в дамки. И этот эндшпиль за черных безнадежный. Белые должны победить. Если черные это видят, допустим, отдают шашку и пытаются как-то защитить эту позицию, белые проводят вот такую комбинацию. a, b6, hg7 и fe3. С прорывом в дамки. Черные вынуждены пожертвовать шашку. Ну и здесь после хода hg3, допустим, у белых здоровая лишняя шашка, они должны легко победить. Поэтому b5 играть плохо. Правильно играть ef4. Ну и в этой позиции у белых есть, в принципе, три хода. Можно разменяться в bc3. И здесь такой форсированный вариант идет. d5, cb4. cd4, b5. bc5, cb2. cb6. Белые меняются, d3. Все форсировано за обе стороны. a, b6, hg3. b5, gh4. Черные жертвуют шашку. И пытаются прорваться на правом фланге белых. Ну и на ход hg5. Черные сами нападают. И здесь белых спасает только присоска bc3. С равной игрой. Ну обычно bc3 белые не меняются. Обычно они здесь проводят вот такую комбинацию. hg7 и de3. Побили. Побили три шашки. И черным надо меняться. ef6 единственная. Шашка f4, видите, подвержена атаке. Но все-таки здесь черные могут достичь ничьей. Например, cd2, cd6. И на нападение fe3 черные проводят небольшую комбинацию. То есть здесь есть у черных так называемая косвенная защита. То есть играем de5, бой. И затем ef4 и cb4. Ну и белые здесь, допустим, могут de3 отдать обратно шашку. bc3 разменяться. И партия заканчивается ничьей. Ну, белые в этой позиции могут и сразу же не нападать. Пусть им после cd6 сыграть bc3. Тогда уже играем b5. И на ход fe3 есть другая косвенная защита. Так называемый удар по затылку. Очень полезный прием. Важно запомнить всем шашистам bc7 и затем cd4. Черные отыгрывают шашку и достигают ничьей. Это основной вариант. Если же в этой позиции белые меняются, de3, то здесь черные могут очень красиво выиграть. Это анализ мастера с панцирети. b5, hg3, b5, hg4, cd6, dd2, ab6, dc3, ef6. Ошеломляющий ход. Белые играют hg7. Ну и кажется, проходят в замке и должны легко победить. Но черные здесь проводят симпатичную комбинацию и побеждают сами. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Черные играют ab4. Белые бьют две шашки. Затем dc3. Белые бьют еще две шашки. Затем dc5. Бой-бой. И после того, как белые бьют на e5, черные снимают три шашки белых с выигрышем. Например, hg5. Ставим дамку на e1. Приходится отходить. Жертвуем шашку cd2. И играем hg7. То есть, видите, шашка черных g7 держит шашку g5. А дамка черных легко отсекает три шашки белых с выигрышем. Следующая ловушка возможна за черных в следующей дебюте. ed4 dc5. Ну и здесь белые обычно играют либо fe3, либо de3, либо fe3. Если они играют fe3, можно сыграть здесь cd6, либо fg5, либо даже hg5. С примерно равной игрой. Черные играют fg5. Ну и здесь обычно белые играют gh4. Обратите внимание, что нельзя играть cb4 из-за несложной комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Все видите, белые напали. У нас есть так называемый свободный темп. Мы играем gh4 и после того, как белые бьют, мы выбиваем золотую шашку e1, или как я называю, царскую шашку. И вот так красиво побеждаем. Ну это несложная ловушка. Поэтому после fg5 обычно здесь белые играют gh4. Ну и черные здесь обычно играют gf4. Есть, кстати, размен cd6 с интересной игрой. Но можно и сыграть gf6. И на ход, допустим, hg3 уже сыграть ed6. Ну и после хода gf4 есть прикольная ловушка мастера Белоусова. Черные играют fg7. На самом деле этот ход проигрывает. Правильно было здесь играть fe5. И постепенно черные достигают ничьей. А вот ход fg7 проигрывает. Здесь белые могут победить. Но если они будут играть шаблонно, они могут даже проиграть. Если они сыграют cb4, тогда мы уже играем fe5. Ну и после того, как белые бьют d на f6, бьем на g3. Правильно, конечно, в этой позиции белым бить назад. Ну и после хода b5 возникает примерно равная позиция. Но если в этой позиции белые побьют вперед, пожадничают, то они красиво проигрывают. Можете поставить видео на паузу и найти гениальную шашечную комбинацию от мастера Белоусова. Так он выиграл у шашиста Малахова в 1998 году. Черные отдают шашку gf2 и выбивают шашку e1. Затем играют d7 и загоняют белых в дамки. Затем отдают еще две шашки. Затем играют b5. И видите, красивый круговой удар. Называется круг почета или чертово колесо. С выигрышем. Все-таки справедливости ради отметим, что в этой позиции у белых был выигрыш. Неправильно играть cb4. А правильно играть здесь gf2. Ну и видите, развязки fe5 здесь уже нет. Белые бьют h на f6. Ну и после всех разменов выясняется, что у белых лишняя шашка. А отыграть ее черные не могут, потому что белые проводят несложную комбинацию. Отдают одну, затем вторую шашку и забирают две. Здесь у белых здоровая лишняя единица. Поэтому они должны победить. Соответственно, приходится здесь меняться черным таким образом. Тогда белые разбивают правый фланг черных полностью двумя разменами. И выясняется, что после хода dc7 белые играют b5. Видите, удары никакие здесь не проходят. Потому что белые сперва бьют на f6. Ну и остаются с лишней шашкой. Соответственно, после хода b5 черным приходится играть dc5 с угрозой cd4. Когда белые играют fg3. Видите, играть так нельзя, потому что черные останутся без шашки. Поэтому приходится играть, допустим, cb6. И белые играют ed2. Последняя точность. И здесь черные проигрывают. То есть, если проводить удар. Да, здесь у черных есть компенсация небольшая в виде отсталой шашки g3 у белых. Ну, у черных, видите, также отсталая шашка h8. Поэтому здесь белые выиграют. Например, ab2 gf6, bc3 dc7, cd4. Ну, черным приходится сдаться. Следующая комбинация. Возможно, в дебюте ab4 bc5, b5 cb4, gh4. Ну, черным лучше всего сыграть b3. И на ход hg3 у черных есть несколько планов игры. Хорошо играть fe5. Можно сыграть fg5 с разменом на e5. Так, в частности, выиграл Роман Щукин. Партию у Вильяма Чинзевия как-то давненько уже разбирал. Очень интересные варианты. Ну, можно играть и hg5. Этот ход не проигрывает, но все-таки ведет к преимуществу белых. Белые нападают и приходится закрываться. И играют fg3. Полностью связали левый фланг черных. Далее надо играть ab6 cd4. Ну, и здесь уже проигрывает ход dc5. А правильно играть de5. То есть после de5, возможно, следующее продолжение. Белые бьют, допустим, на d4. И надо играть fe5. Единственный ход. Ну, и после боя на f6 и gf4, здесь есть ловушка. Так выиграл Сергей Белышеев у мастера Кибартаса. То есть он побил а на c7. И черные здесь тоже пожадничали. Побили на поле... Вернее, побили на поле g5. Это проигрывает. То есть белые бьют на поле f6. Приходится бить на h2. И Сергей Белышеев здесь красиво выиграл. Fe7. Называется бей любую. Но, как видите, в какую бы сторону черные не побили, белые либо остаются с лишней шашкой, либо проходят дамки. А правильно здесь было бить на поле h2. Ну, и позиция будет здесь примерно равная. Белые останутся без шашки. Допустим, а b2, бой, бой, бой. Ну, за счет ослабленности правого фланга черных здесь возникает примерно равная позиция. Черные подтягивают свои шашки. То есть белые рано или поздно проведут дамку. Но она будет поймана, видите, на поле g3. Поэтому, несмотря на лишнюю шашку, здесь у черных позиция примерно равная. Но, если черные играют dc5, этот ход проигрывает. И недавно вот как раз проходил турнир памяти тренера и игрока Сергея Овечкина. И вот белыми партии против якутского шашиста под именем Архан Иван Смурков ошибся в этой позиции. Он сыграл жх2. Оказывается, этот ход уже проигрывает. Черные играют fg7. И выясняется, что на любой ход, допустим, bc3, черные проводят комбинацию. Выигрывает и cd6, но гораздо красивее сыграть ab2 сперва. Затем cd6. И b7. Сперва бьем на поле f2. И затем бьем на c1. Вот такой красивый выигрыш был у якутского шашиста. Но он, к счастью, для Ивана не заметил его. И в итоге белые даже победили. А правильно играть bc3. Ну и теперь возможен следующий вариант. ed6, жх2, cb4. И белые меняются. fe5. Ну и в этой позиции после ef2, fe7, белые побеждают. Правильно играть hg3. Ну и на ход ed6. Белые проводят тоже симпатичный ударчик. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Такой довольно-таки неожиданный удар. dc5. И именно бьем на c3. Ну и черным остается только сдаться. Вот это основной план игры за белых после хода dc5. А вот после хода ab2, это уже анализ Антона или Аркадия Беликова. Не знаю точно, 2009 года. Здесь возможны прикольные комбинации. Смотрите. Черные играют b7, потому что грозило d5. Тогда белые играют hg3. bc5. Бой-бой. И здесь неожиданно за белых проигрывает напрашивающийся ход cd4. Черные жертвуют шашку. ed6. Ну и в какую бы сторону белые не били, они проигрывают. Смотрите. Допустим, на c3. Тогда d5. И видите, белым, несмотря на лишнюю шашку, не пошевелится. На ход ed4 играем gf4. И грозим прорваться в дамки. А на ход hg5 бьем на h2. И постепенно здесь черные побеждают. Первая ловушка за черных. Вторая ловушка. Если белые все-таки правильно играют gf4, тогда здесь проигрывают за черных уже ход cd6. Белые играют fg3. Точный ход. И черным, видите, не пошевелится. Везде проиграны. А неожиданно выясняется, что здесь проигрывает cd4. Хотя еще не проигрывает. Даже здесь у белых будет ничья. Давайте переверну позицию за черных. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Ну, вернее, комбинацию. Тут выигрыша нет. Черные играют bc3. Ну, видите, бить на b6 нельзя. Так как белые побьют вот таким образом. Ну, и здесь они легко побеждают. Рано или поздно белые поставят дамку. Здесь черные ее тут же ловят. Ну, и легко побеждают. Очень много шашек лишних у черных. Поэтому, если белые бьют здесь, допустим, на поле b4, тогда мы уже играем fe5. У белых единственный ход, видите. На b6 не побьешь, потому что черные побьют сперва в дамке. А затем, после того, как белые бьют на f6, черные бьют назад, ну и также легко побеждают. Поэтому после хода fe5 приходится бить на поле f6. Ну, тогда белые, черные отдают шашку d4. Белые бьют, и черные прорываются в дамке. Снова переверну позицию. Здесь уже поставьте видео на паузу и попытайтесь найти ничью за белых. У белых страшнейшая позиция, но неожиданно выясняется, что даже тут есть ничья. Вот такая сегодня головоломка. Белые играют a b6. Черные бьют. Белые бьют на f6. Ну, и как бы черные не играли, неожиданно выясняется, что здесь все-таки черные не могут победить. То есть, если они играют на e3, допустим, дамкой, после всех разменов белые ставят дамку, и на нападение по большой дороге играют b3, и дамкой обрезают шашки белых от похода в дамке по двойнику. Здесь белые достигают ничьей. Черные победить не могут. Если же в этой позиции черные играют hg5, тогда бьем, допустим, на поле h4. Видите, у черных нет темпа хорошего. То есть, допустим, если они ходят дамкой, тогда белые бьют. Ну, как бы черные не били, белые ставят дамку. Здесь уже черным надо бороться за ничью. Такая неожиданная позиция. Ну, и последняя комбинация на сегодня. Классика комбинация от мастера Семена Натова 1931 года. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Не расстраивайтесь, если у вас ничего не получится. Комбинация очень неожиданная. У белых на первый взгляд плохая позиция. То есть, видите, черные захватили центр. Но, видите, у черных очень много ослабленных дамочных полей. Кроме того, видите, решетчатость так называемая. То есть, видите, между шашками черных очень много свободных полей. Поэтому белые начинают и выигрывают. ЕД4 бой. Ошеломляющая жертва. И затем еще идет две жертвы. АБ6 и СД4. И тихий ход ЖФ4. Что может быть красивее? Ну и, видите, как бы черные не играли, белые все равно попадают в дамки. Либо по такой траектории, либо по такой траектории. И здесь белые легко побеждают. Ну и еще черные могут сопротивляться, допустим, СБ2. Тогда бьем таким образом. После постановки дамки нападаем на шашку Е3. И белые здесь получают выигранное окончание. Друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Поддержите мое творчество. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо непонятно. Возможно, найдете какие-то неточности или ошибки в анализе. Я этого не исключаю. Буду благодарен за исправление неточностей. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.